Девушки отдыхают Судья, ты же пенальт, ты же чистый Да, было бы так Уважаемые болельщики, мы просим извинения за прерывание трансляции финального матча между Ивано-Франковской командой Эхо-Полоныны и Одесским подводником А пока предлагаем просмотреть прямую трансляцию Зулан-Батора, где проходит чемпионат Монголии под Дыхвандо среди буддистских монахов монастыря Джинбао Желаем вам приятного просмотра Монголии 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 Шо, продули? Об этом я никогда не узнаю Ну так, может ты в таком случае займешься поиском работы? Ты ходил в кадровое агентство? Нашел? Нашел что-нибудь? Ты же знаешь, что в наше время нет предложений для людей с моим образованием Не, шо я слышу А шо? Каким образованием? Да у тебя вообще нет никакого образования Ну да, елкий павел, никто же этого не ценит А ты помнишь, шо нашей Оксаночке сегодня исполняется 17 лет? Правда? Да Ну и что? Ну, как что? Ты и обещал купить эти ролики Так я был пьяный Нет, подожди Ты должен купить эти ролики Ты дал честное слово отца Ну я обманул Ах, ты ж негодяй, а? Ну негодяй же ж Даже этого не можешь У Доти день рождения раз в году, а ты? А ты видела, чтобы у Доти день рождения было два раза в году? О, я ей подарю свою счастливую шапку Вообще уже, да? Ну шо, нашей девочке на день рождения вот эту ерунду Так, знаешь что? Возьми эту дурь Вот эту фигню Надень на свою дурью башку И пожалуйста, найди работу Я умоляю тебя И больше при мне не говори о чести Понятно? Ты даже не понимаешь значения этого слова Я не понимаю значения этого слова Не понимаешь Так Ах, так Я вам докажу Вот я сейчас уйду И вернусь сюда Или с роликами Или без них Давай, давай Шо такое? Шо-шо-шо Молодой, энергичный со своим автомобилем Молодой, спортивного телосложения, владеющий английским Молодой, инициативный, умеющий работать на компьютере И ты Что же там в этой стране Нет предложений для старших товарищей А вот есть Старый диван отдам бесплатно Здравствуй, Василий О чем задумался Мне необходимо разбогатеть срочно О, у меня точно такие же планы Да я на полном серьезе Мне необходимы деньги на ролики Так я на полном серьезе У меня точно такие же планы Да я на полном серьезе Мне нужны деньги на ролики А что мелочиться-то? Собирай сразу на самокат Да я говорю на полном серьезе Для дочери На день рождения Я обещал С бадуна-нибудь. Ой, как мне знакома эта боль. Я тоже жене когда-то шубу обещал с бадуна. Ну? Да ничего. Она мне «когда губишь лесу», а я ей «завтра мой зараз». Она мне «тогда тебе писать». И так каждый день. Да, хороший случай, но не для меня. Да и слово «ролики» не рифмуется. Как не рифмуется? Попробуй «ролики не кролики». Или «ролики — это нолики в зарплате папочки». И в гробу тапочки. Да нет, нет, нельзя, это полная безнадёжка. Меня жена из дому выгнала. Я должен вернуться с роликами. Это дело чести отца. Ой, как хорошо, что у меня нет детей. Сосед, но я могу тебе помочь. Такое дело. Какое? Обученные герои. Как обученные? Ты что, их бьёшь? Закрой глаза. Отвернись. Готово. Готово. Смотрите сюда. Что это? Это «Казак Мамай», «Маруся Чурай» и «Кати Горошко». А, ну как? Супер. У меня таких целый мешок. По 25 гривен штука. Вы в деле? Так, а что они ещё умеют? Всё. Ага. Ага. А, значит, так. Вот ты скачешь за пивом, ты за Выбуховой, а ты, блин, танцуй. Сосед, это игрушки для детей, а не для алкоголиков. Спасибо, что предупредили. А то, думал, я обрежу. Ну, не хотите, как хотите. Сами не понимаете, от чего отказываетесь. Это дело бабло, мое. Степаныч, добрый день. Для кого добрый, а для Славика не очень. Чё это? За незаконное выращивание национальных героев, за сводничество и продажу национального достояния вы повестка, вызывающаясь в суд. Вот здесь распишитесь, пожалуйста, и поставьте отпечаток пальца. Отпечаток? Зачем? По нему вас будут искать, когда вы спешите спод следствия. И ничего я не торгую национальным достоянием. Оно и так само без меня продается. Василий, скажи. Энни, вы меня в свои антикварные дела не упутывайте. Кто на улицах занимается сводничеством героев, тот быстро попадает в тюрьму. Альфонс! Вымогатель! Сутенер! Стукач! Казакопродавец! Вы, Василий Петрович, какой-то мрачный. Несчастье. Что такое? День рождения второго ребенка моей жены. Вашей дочери день рождения. Ну, это не ваша вина. Если бы не вы, тогда кто-то другой непременно бы ее створил. Только не надо об этом так грубо говорить. Я уже с этим мучаюсь 17 лет. Какие-то е-мое и ролики пообещал. Так теперь меня жена шантажирует. У вас все еще нет источника, я бы так сказал, постоянного дохода. Да куда там? Даже в газете нет достойного для меня предложения. Понимаете? Ну, просто беда, я не знаю, что делать. Что делать? Ну, тогда скажите, что обещали с пьяным. А это не считается обещанием. Да пробовал уже, не проходит, нет. Единственный выход – это наличка быстро и много. Кажется, у меня кое-что есть. Что? Как заработать наличные? Может немного, но зато быстро. Я это предложение внес Славику. Но так как он под следствием, вот такой уговор. Пять процентов мои. А что надо делать? Работа плевая. Час посидел, а получил, как будто восемь отработал. Да вы просто добрый волшебник. А, добрый волшебник работает за один процент, а я пять. Ну что, берете? Да беру, конечно беру. Я хочу ролики. У всех моих подруг ролики есть, и только у меня одной нет. Если сейчас приедет лысый и увидит, что у меня нет роликов, он меня, мама, бросит. Ну, может оно и к лучшему, а? Чтобы я перестала быть самой крутой тёлкой на районе? Ни за что. Господи, как он летает. По перилам, по клумбам. Мама, у него запредельные колёса, это фантастика. Вокруг него куча девчонок собирается, и все на роликах выписывают. А я что? Я просто должна стать в стороне и курить. Это мама, потому что у меня нет роликов. Я же не могу бегать за ним на этих босоножках. Мама, я должна получить эти ролики. Оксаночка, ну раз папа обещал, значит будут ролики, ну будут. У нас мэр чаще выполняет обещания, чем папа. У него уже полдня нет. А вдруг он вообще не вернётся? Я мечтала об этом со дня твоей свадьбы. Мама, бабушка, что такое говоришь? Накаркаешь. Так, чтоб бабушка не каркала, долейте ей немного вина. Так, ещё-ещё-ещё-ещё-ещё. Стоп. Эй, налывайте полные чары. Баба Катя запела, скоро в вечеринке капец. Она ещё не начиналась. Тогда по стаканчику. Так, больше ни капли. А кто говорит о каплях? Наливай по полной. Мама, вина нету больше. Как это нет, когда есть. У меня ничего нет. И вы мне ещё ничего не пожелали. Так, а чё ты хочешь? Ты же у нас такая скрытная. Я хочу. Я хочу ролики. И ещё я хочу виллу шикарную. И мужа хочу с бабками и автомобилем. И вообще, я хочу быть умной. Ну, всё, всё, доченька. И ещё известной. И я хочу, чтобы вы мне всё это пожелали. Хорошо. Желаю тебе найти мужа, водителя инкассаторской машины. Что? Какой машины? Инкассаторской. Это лысый. Это лысый. Долго ещё? Не терпится она халяву постричься? Нет. Хочу быстрее послужить искусству. Что там? Хреново. Чуть донора из меня не издевали. Ну, кто следующий? В. Мужчина. Я, пожалуй, пойду. Нет. У нас каждая модель на шиту. Давай, давай быстрее. Давай. Да! А-а-а! 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 Жест! А это и есть лысый. Супер-мочур. А это моя семья. Непруха. Э-э-э, Галина Непруха. Очень приятно. Мне Оксаночка про вас рассказывала. А-а-а! Да! А-а-а! 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 Ну что, типа, ролики у тебя классные? А-а-а! Ну да! Лысый, мы типа сваливаем, ждем еще моего предка и... Предка? Зачем предка? А что, мы археологи, что ли? СМЕХ СМЕХ О, она еще базарит. Она работает на батарейках или от сети? А угощайтесь, пожалуйста, печеньками. Свеженькие, домашние, без консервантов. Без гемо? Отлично. Лысая, не слушай, это пургут. Молня ко мне клеится. Наконец-то! Попочка, наливай. Для меня и для этого пацана. Мы здесь вдвоем на колесах. Хороший пайло. Хорошо вставляет. Я тебе не знаю. Где летаешь? Под памятником или на пироне? Везде. Иногда в продуктовом. Главное, чтобы была летная погода. Я тебя никогда не видел. А это? Видел? О, господи. О, господи. О, господи. О, господи. О, господи. О, господи. Жесть! Васенька, ну и что ты с собой сделал, а? Сдержал слово любящего отца. У которого что-то с головой. Деревня. Это сейчас, елки-палки, самый модный причесу. Ну, парикмахер меня на конкурсе обкарнал, я же там выступал в роли модели. Да, и получил первое место в номинации «Старый конь пробора не испортит». Ну и скажи мне, сколько же ты заплатил за этот бардак на голове? Нисколько. Я же тебе говорю, я там, елки-палки, был моделью. Получил три стольника, два пива, ну и ролики для Оксаны. Слово чести отца. Правда, мама? Я вас не знаю. Прошу покинуть наш дом, а то позову зятя, а он у меня конкретный мачо. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Кух-хух-хух! А! Когда я на тебя смотрю, то ты мне даже нравишься. Так будет еще около недели, а потом оно само пройдет. Мастер наложил мне очень стойкий гель. Чувствуешь? Стой, глупец. А ты чувствуешь запах горячей ночи, который только начинается? После того, что ты сегодня сделал, я буду любить тебя даже лысого. Ага, лысого? Да. Мне кажется, эта прическа магическая. Она притягивает ко мне деньги. И женщин. Поп, лала, гарно, люди, привет всем. Тросятся из дома, где нет проблем. Папа, мама, бабушка, сеструха. Наша фамилия. Небруха. 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 Небруха.